И тут мы засветились. Судя по соцсетям начала ноября, барнаульцы выборами в США интересовались очень активно. Мемов, связанных с нашим городом, было множество. То барнаульцы устраивают митинги в поддержку того или иного кандидата, то участвуют в опросах относительно итогов выборов. В общем, переживают за мировые проблемы всерьез. Кстати, мемы оказались недалеки от истины. А вы кому больше симпатизировали? Безусловно, лучше бы Трамп остался. Моя точка зрения, это как бы так. Скажите, а вот на Россию каким-то образом повлияет сейчас смена вот эта власть? Ну, допустим. Безусловно. Если Байден будет, мне кажется, что потепления никакого. Он воинственно настроенный, товарищ. Этот немножко придерживается. Нет. Если так, то лучше старый. Политологи с рядовым народом почти солидарны. Если по итогам победу все-таки одержит Байден, это значит, впервые в Америке на посту президента не будет сильного лидера. И в силу возраста, и в силу здоровья победителя демократа. Это некая ширма, вокруг которой вот пока непонятно, каким образом и кто получит власть и будет вообще править в Америке. В любом случае, кто бы не пришел к властье, Россия для них останется врагом. Причем врагом номер два. На первом месте враг Америки – это Китай. При этом никогда ни один американский президент в ближайшие несколько десятков лет никогда не пойдет. Ни на потепление с Россией, ни на какие-то там совместные проекты. Мы всегда для них будем оставаться врагами. В ближайшие пару месяцев Америка будет занята исключительно своими проблемами, уверены и политологи, и экономисты. И только после того, как новый президент вступит в должность и назначит ключевых чиновников, будет понятен курс новой администрации. И вот, кстати, что касается доллара и рубля. Наша валюта перед самыми выборами вновь рухнула, теперь очень медленно укрепляется. Если нет каких-то экстренных у вас, ну так скажем, надобностей, да, поехать куда-то за границу или что-то купить обязательно именно за валюту, я бы воздержался сейчас от покупок валюты. И если она есть, то, так сказать, это уже каждый решает сам. Воспользоваться возможностью и продать, так сказать, ее подороже. Вот это, опять же, зависит от того, по какому курсу вы ее покупали. К слову, российские финансисты почти в один голос заявляют, до конца года рубль будет колебаться в пределах 76-81 за доллар. В году следующем из-за слабости мировой экономики и продолжающейся пандемии наша валюта может даже укрепиться до 73-76 к доллару, но резких скачков не будет. Так что кто победил в Америке для России, по сути, пока не так уж и важно, а для бурнаульцев тем более. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.